В эфирах арабских телеканалов разных стран судьба Мадайи, бывшего курорта, а теперь осажденного и голодающего города. Каналы, выступающие против президента Асада, утверждают, страдают люди именно из-за осады. Город Мадайя осажден со всех сторон сирийской армии и бойцами ливанского движения Хизбалла. Десять человек погибли от голода в городе Мадайя в Сирии из-за осады сирийских войск. Мадайя страдает от голода из-за осады сирийскими войсками и Хизбаллой. Государственные СМИ Сирии уверяют, в голоде виновны противники президента. Нам привозят сюда продовольствие, рис, крупы разные, а эти боевики нас грабят, все забирают, а не просто бандиты. Забирают еду и продают ее нам же по космическим ценам. Например, рис за 100 тысяч лир, печенье по 10 тысяч. Откуда у нас такие деньги? Про осадовские СМИ за границей заявляют, как только войска президента возьмут Мадайю, страда не закончится. И показывают, с какой радостью встречают правительственные силы в других городах. Отбитых у оппозиции. Сирийская армия освободила шиитские города Нубуль и Аль-Захра, сожденные террористами с 2012 года. Наконец-то наши ребята спасли нас. Храни их Господь. Спасибо всем. И сирийской армии, и господину Башару Асаду, и России, и Китаю, и господину Хасану Насрале, всем, кто освободил нас. Российское телевидение тоже на стороне режимов Дамаски. Также показывает радость от освобождения. Практически слово-слово. На всех крупных каналах. Одни и те же кадры. Спасибо, российские. Ведь это большое счастье вернуться домой. Это не совпадение. Десятых российских спецкоров свезли в одну деревню неподалеку от Хомса. Это село Джувалин. В девяти километрах отсюда находятся вооруженные формирования сирийской оппозиции. Деревня Шуалек разрушена практически до основания. Старательно пытаясь не попасть в чужие объективы и изображая эксклюзив, корреспонденты сняли, как местные жители возвращаются в разрушенные дома. Четыре месяца назад этих сестер разлучила война. Они не видели друг друга несколько месяцев. И получают гуманитарную помощь из рук российских солдат. Одной такой коробки хватит семье на несколько дней. А потом гуманитарный груз придет снова. Продукты и вода от российских военных. Наша страна играет ключевую роль в налаживании диалога. Журналисты не забывают напомнить зрителю. Мир в Сирии никак не возможен без России. Этот шанс на мир, который Сирии подарила Россия, местные жители воспринимают с благодарностью. Важную роль в процессе мирного урегулирования играет Москва. Успехи совместной операции Дамаска и Москвы отмечает и СНН. В считанные месяцы благодаря российской помощи, говорит он, мы освободим Алеппо от повстанцев. Правда, успехи России дорого обходятся сирийцам, заявили на этой неделе в «Амнести Интернашнл». Правозащитники утверждают, от российских бомб погибли сотни гражданских. Катарская Аль-Жазира сообщает, погибло не менее полутора тысяч человек. Тут жили только гражданские. Ни фабрик, ни заводов, ни военных частей. Вот так мы живем в Алеппо. И это были русские. Не асов, а русские.